МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Кремлевская или Сталинская, как назвать набережную около Саровской ривьеры? Лучший друг животных. 31 августа, день ветеринарного работника. В стиле академической живописи продолжается роспись храма в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник. Далее расскажем обо всем подробно. Борьба с лесными пожарами продолжается в круглосуточном режиме. Локализованы очаги в северо-западной части Мордовского заповедника и на территории Краснослободского территориального Пурдашанского участкового лесничества. Продолжает действовать очаг в северо-восточной части. Площадь, пройденная огнем, составляет 6200 гектаров. На территории городского округа Первомайск открытых очагов горения нет. На месте работают аэромобильные группировки, Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» – сотрудники МЧС. Они ликвидируют отдельные очаги пожара, создают и расширяют минерализованные полосы и противопожарные преграды по периметру зоны горения. Валят и распиливают упавшие деревья, расчищают проезды. Угрозы населенным пунктам нет. Набережная первонасельника в Петровской, Свято-Успенской или Мельничной. 17 названий для набережной реки Сатис возле жилого комплекса Саровской ривьера рассмотрела комиссия по наименованию городских улиц. Решено было остановиться на Кремлевской. Это название предложили депутатам на согласование. Однако такое наименование вызвало несогласие у народных избранников. Подробности далее. Благоустроенная современная набережная реки Сатис вдоль жилого комплекса Саровской ривьера давно стала излюбленным местом отдыха для горожан. Как любой знаковый объект, она нуждается в названии. Этим летом комиссия по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта занялась этим вопросом. Изначально предлагали 17 вариантов названий. Например, православная, Петровская, Свято-Успенская, Саровская, Мельничная, Сталинская. В итоге члены комиссии приняли решение назвать набережную Кремлевской. Этот вариант администрация представила на утверждение депутатам. Комиссия, исходя из оценки наименований, предложенных в силу значимости, либо в силу символичности приняли решение уйти от персональных имен и выбрали решение Кремлевское, как бы связанное рукавичнее память города. Однако к этому названию у депутатов возникло много вопросов. Не все были согласны с тем, что наименование Кремлевское вызывает ассоциации с историей Сарова. Предлагали назвать набережную Саровской и Стрелкой. Каждый обосновывал, почему его вариант лучший. Торопиться не надо. В Нижнем Новгороде, вдоль проспекта Гагарина, был парк, который называли именем Левицкого комсомола. А народ укорно называл парком Швейцария. И в конце концов, в 90-х годах власти узаконили народные названия. В этом смысле необходимо взять паузу. И вот как народ назовет, мы тогда и узаконим. Самый оптимальный путь. Предложение Ивана Ивановича поддержали. Проект отправили обратно в комиссию. Она должна будет предложить механизм общественного опроса. Не дожидаясь предложения комиссии, наша съемочная группа отправилась на улицу, чтобы узнать, как саровчане относятся к названию Кремлевская. Ну, Кремлевская нормально. Когда-то у нас Кремлев был это. Нет, это не подходит. Как бы вы назвали? Об этом я не думал. Название совершенно неуместное. Почему тут Кремлевская набережная в Сарове? А предложить свое название, ну, так сразу, наверное, не скажу. Я об этом не думала, но Кремлевская мне точно нравится. А почему? Слишком пафосно. Я так считаю. Надо что-то ближе к городу, мне кажется. Кремлевская это далеко, а здесь что-то. Мне надо что-то такое более романтичное. Это как-то слишком сухо. Пока не могу сказать, но надо подумать. Ну, в общем-то, меня устраивает Кремлевская. Кремлевская. По старому названию города Кремлевская. Ну, если это связано с названием старого города, то может быть. А так, я, наверное, назвала бы немножко по-другому. Если вопрос с наименованием набережной можно отложить, то решение о названии проезда, где идет блокированная малоэтажная застройка, не терпит отлагательств. Речь идет об участке в пойме реки Сатис от проложения улицы Негина до Садовой. 23 дома введены в эксплуатацию, в отношении них необходимо зарегистрировать права. Ну, для присвоения почтовых адресов необходимо ему, значит, присвоить наименование. По результатам рассмотрения комиссии было несколько вариантов, было рассмотрено. В комиссии предложен вариант первый слободской проезд, потому что эта территория, она носит признаки небольшого выделенного такого участка застройки однотипной. Там, условно говоря, по-старому это деревня, слобода, как угодно, деревенька в составе большого городского образования. Однако историки с такой позицией не согласились. Не учла комиссии мнение застройщика, который предлагал не выдумывать проездов, а дать адреса по улице Тимирязево, где как раз отсутствует нечетная страна. Более того, решение комиссия принимала за закрытыми дверями еще 4 августа, а проект представила в Думу лишь 24 августа, практически не оставив времени на рассмотрение этого вопроса. Перед началом заседания не были озвучены предложенными названиями, они нигде не были опубликованы, они нигде не фигурирули в средствах массовой информации. И мы о них узнаем только сейчас, когда Галина Геннадьевна нам их озвучила. Поэтому, как таково, принять участие в обсуждении названий не было никакой возможности. Как бы там ни было, все эти обстоятельства, в которых мы принимаем это решение, что там комиссия проводила в начале августа, прислали в конце августа, что с декабря до августа вообще не было комиссии, там и ничего не двигалось. Значит, это все быстро заботится, а название останется, и в истории останется с фамилией тех, кто его принимал. Депутаты предложили название Новофинский. Этот район в народе как раз так и называли. Это наименование пришлось большинству по душе, однако все оказалось не так просто. Дума предложить название не может, это должна сделать комиссия. Большинством голосов народные избранники решили отправить проект обратно, обозначив в этот раз жесткий срок, в течение которого комиссия должна представить новый вариант. Вопрос с наименованием проезда должны решить к ближайшему заседанию Думы, который проведут, вероятнее всего, в середине следующей недели. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим. Согласно документу, 15 тысяч рублей военнослужащим перечислят в сентябре. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 сентября родители всех детей до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы. Как подчеркивают в Минтруде, это затронет полтора миллиона родителей ежегодно. Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляют напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется. Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Большое родительское собрание пройдет 6 сентября в 18 часов в онлайн-формате. Транслировать его будут в официальном паблике Министерства образования «Образование 52» ВКонтакте. На вопрос ответит заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Кусейнов и министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова. Направить вопросы можно до 2 сентября. НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России завершил доклинические исследования собственной вакцины от новой коронавирусной инфекции и планирует до конца года приступить к испытаниям с участием добровольцев. Об этом сообщил директор института Дмитрий Леознов. Ученые института разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. Вакцина предполагает и интерназальное применение в виде капель или спрея в нос. За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 813 новых случаев заражения COVID-19. Из них 409 в Нижегородской области. За 9 в Сарове заболели четверо. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии, остальные в средней степени тяжести. Мастера из Сарова и Нижнего Новгорода продолжают роспись в храме в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник. К отцу сентября планируют закончить основную часть росписи. В октябре работы завершат полностью. Подробности далее. Расписывать храм в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник начали больше года назад. Уже готов алтарь. Художникам осталось завершить работу в основной части храма. Мастера стремятся воссоздать исторические детали первой церкви Саровской пустыни и расписывают стены по старым архивным фотографиям. Заканчиваем живопись и реконструкции свода, который отражен был на фотографиях архивных. И завершаются работы над живописью в трапезной части храма. Также архивные работы уже в стадии завершения. Художники расписывают стены масляными красками по специально подготовленной шпаклевке. Все библейские сюжеты и лики святых пишут в стиле академической живописи, которая в России получила распространение еще в начале 19 века. Изображения получаются очень реалистичными, величественными, с проработкой мельчайших деталей. В таком стиле особенно сложно расписывать купол. Сложности с росписью купола заключаются, наверное, в том, что размер очень большой. Раз. Во-вторых, это все-таки потолок. Два. И его не посмотреть, от него не отойти, его из-за дека не увидеть. То есть можно расписать, а когда снимут леса, это могут быть неприятные сюрпризы. Над росписью церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» трудится около 15 человек из Сарова и Нижнего Новгорода. Художники из Нижегородской иконописной мастерской «Ковчег» уже расписывали в Сарове Успенский собор, храм Иоанна Притечи, храм Зосимы и Саватия. Роспись храма – дело непростое и кропотливое. Здесь нужна аккуратность, точность, немалая выдержка и сила воли. Неподготовленный человек вряд ли справится, но нанести несколько штрихов мне по силам. Сейчас в храме заканчивают основные этапы работы, а в течение октября роспись планируют завершить полностью. Когда заболевает любимое животное, так трудно понять, что у него болит, а объяснить оно не может. Но, к счастью, в мире есть ветеринары, которые понимают все без слов. 31 августа ветеринарные работники отмечают свой профессиональный праздник. Юлия Леукина знает практически каждый владелец собаки или кошки в нашем городе. О самом любимом зверином докторе наш следующий репортаж. Этому маленькому четвероногому другу удаляют папилломы. Операцию проводят под местной анестезией, так как другая может вызвать осложнение, поскольку ему уже 12 лет. Питомец операцию переносит стойко, не проронив из звука. Самые частые проблемы домашних животных, с которыми их владельцы обращаются в клинику – вирусные заболевания. Непривитые животные болеют вирусными заболеваниями. Почему-то многие люди считают, что если животное сидит дома и никуда не выходит, то прививать его совершенно не обязательно. К сожалению, потом они приходят и говорят, что да, теперь мы знаем, что нужно прививать. Болеют и домашние животные, потому что вирусы любые вы можете привезти и с ногами, и с руками, и с любым предметом обихода. В основном это вирусные заболевания приходят сюда. Ну и плановая стерилизация кастрации. У врача удается украсть лишь пару минут на разговор между операциями, так как пациенты ждать не могут. В очереди сейчас можно встретить только кошек и собак. Но за помощью сюда не раз обращались владельцы грызунов, воронов, хомяков, хорьков и даже крокодила. У каждого свой диагноз, клиническая картина болезни и, соответственно, свой план лечения. Наверное, как и все скажут, что животные не жалуются. То есть спросить у них, что у них валят, это сложно. А владельцев собрать анамнез тоже иногда категорически отказываются говорить что-либо, либо не признаются. То есть с этим проблемы. А в принципе, на самом деле ничего в этом сложного нет, лишь бы любить животных и желание помочь всем животным. Без животных Юлия Юрьевна не представляет свою жизнь. Дома ее ждут две собаки, два кота, три лягушки и две рыбки. Услышав то, с какой заботой и трепетом она говорит о своих пациентах и домашних питомцах, понимая, что ветеринар – это больше, чем профессия. Это призвание. Клуб «Мечта» Центра внешкольной работы провел квест «Викторину» – велоквиз. Участники передвигались на велосипедах, самокатах по разным станциям и выполняли задания. Подробности в следующем репортаже. Во дворе по улице Московской, 25, активисты клуба «Мечта» снова встретились с детьми, чтобы поиграть в велоквиз. Игра объединила не только велолюбителей. Многие ребята с большим азартом просто бегали следом за товарищами. Участники разделились на пять команд. Ориентируясь по карте, они искали необходимую станцию и строили себе маршрут следования. На каждой станции их ждали задания на знание истории Сарова и правил дорожного движения. Здесь детвора смогла проявить всю свою находчивость, эрудицию и быстроту. Ребятам было очень интересно, собственно, исполнить и правила дорожного движения, как, собственно, участвовать во всем этом процессе. Также, думаю, ребята получили массу положительных эмоций и теплые воспоминания о сегодняшнем квизе. Потому что, собственно, сам вот этот вот процесс, ну, он затягивает. То есть, интересно и не только участникам, но и организаторам. Мне больше запомнилась памятник Музрукому, драматический театр и памятник Ленину. Мы бегали по району и у нас спрашивали интересные вопросы про наш город. Мне понравилось. Я считаю, что нужно такие вот мероприятия делать. Педагоги и активисты клуба «Мечта» не случайно выбрали игру с велосипедом. Двухколесный транспорт – любимое средство передвижения у ребят летом. Нередко из-за пренебрежения правилами дорожного движения дети получают травмы. Поэтому основной задачей организаторов было напомнить участникам о поведении на дорогах. Очень часто стали происходить различные аварии, связанные как раз с велосипедами, электросамокатами. И становится страшно и за себя, и за детей помладше. И, естественно, хочется, чтобы дети помнили и узнали о правилах дорожного движения и как можно больше соблюдали их. Все участники велоквиза получили светоотражающие значки и конфеты, а самым эрудированным вручили небольшие сувениры. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин